Воробьи падают замертво. Тревожные ролики с видео мертвых птиц размещают жители Караганды и окрестных поселков в интернете. Пока одни предполагают тайные заговоры, мы решили спросить у специалистов, что может быть причиной. Посмотрите, что творится. Воробьи сами по себе дохнут. Вот он, вот он, вот он живой. Вот они валяются все. Это видео снял житель микрорайона Конгей, а это из села Дубовка, несколькими днями ранее. Вся дорога усыпана мертвыми, раздавленными воробьями. Вот возле остановки, вот это все, это мертвые, раздавленные воробьи. Когда на место приехали представители управления ветеринарией, нашли только одну птицу. Ее отправили в республиканскую лабораторию для исключения инфекционных заболеваний. Предположили, что воробей отравился чем-то из мусорных контейнеров, но массовая гибель животных происходит временами в разных частях Земли. Практика показывает, что, к сожалению, почти никогда не удается найти причину. Во-первых, потому что это действительно страшно сложно, нужно проводить исследования, нужно проводить анализы. Все это стоит денег, ученые стоят денег, анализы стоят денег. И очень часто ради погибших воробьев или скворцов никто не начинает исследования. Но даже в тех случаях, когда исследования были, это действительно сложная проблема. Воробьи всегда селятся рядом с людьми, поэтому их падеж люди хотя бы замечают, говорит орнитолог из Германии Тильди Терих, в отличие от гибели более диких птиц. Было случаи, когда погода была, причина, то есть резкое охлаждение с дождями. Это бывает, что особенно молодые воробьи, молодые птицы, что они это не выдержат. Конечно, могут быть заболевания каких-то, корм. Но если это одновременно происходит на нескольких местах, надо, конечно, искать, что похоже на этих местах. Столкновение с машинами, может быть, из-за погодных условий, тоже возможно. К примеру, были случаи, когда молодые сайгаки погибли от переедания, когда выросло слишком много травы. Иногда причинами становятся паразиты, вирусы или бактерии. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал.